Привет! Я иду стричься. Сейчас вы увидите, как меня будут стричь. Короче, поехали. Нам нужно попасть на Ленина, поэтому я сейчас сяду в газель. На меня смотрят тысячи лиц, наших горожан. На меня так это бесит, поэтому я буду разговаривать даже в газельке. Следующее видео будет из газели. Давайте, смотрите, ставьте лайки. Окей, нам не хватило места. Ждем следующую газельку. Не урони, пожалуйста. Как я могу уронить камеру? Я что, рукожоп? Вошли в газельку. Места нету. Ну окей. Нет. Очень прикольно. Я заказал себе пиццу. Сейчас буду ее кушать. И Настя очень хочет попасть в кадр. Ну ладно. Вот так и вон. Вот так и вон. Вот так и вон. Вот так и вон. Сейчас мы пойдем по аллее. Конечно, Настя фотографирует себя. Я предлагаю ей создать свой канал в Индии. Она отказывается. Говорит, ничего не говорит. Так. Как говорит мой учитель по русскому языку, этот фонтан, это позор нашего города. Да, это ужас, конечно. Это ужасно. Этот фонтан. Вот зачем? В общем, это не рабочий фонтан, который покрылся льдом. О боже мой. Я вообще совсем не понимаю, почему... Почему просто нельзя отремонтировать его? Почему его нельзя покрасить? Почему... Ну, я не знаю. Где? Где логика? Окей. Идем дальше. Настя решила стать видеоблогером. Ну окей. Что мы видим дальше? Дальше это Аллея Славы. Понимаете? Это Аллея Славы. Слава. Это наша Слава. Слава. Кто наша Слава? Это, конечно. Как же мы бы выжили без него? Это же Корнелаев Анатолий Николаевич. Герой Советского Союза. Понимаете? Герой Советского Союза. Ну окей. Корнелаев родился с 1923 года и он был в 2011 году. Это все очень легендарные люди, которые родились в нашем Ордове. Ну окей. Окей. Полный кавалер ордена Славы. Посмотрите. Павлович. О, бомжи, я их боюсь. Гоу. А то нападут на меня, а то берут мой телефончик. Да, я снимаю на телефон, потому что у камеры села зарядка и вообще на нее снимают мастер. Там мало зарядки. Вот, посмотрите, гордость нашего города. Посмотрите, мешки. Это что? Вот, посмотрите, это гордость нашего города на Аллее Славы. Не люди, это бомжи. Так, посмотрите, мешки. Вы посмотрите, как эти бомжи... Они... Вот, я не знаю, вам слышно или нет, но бомжи сейчас очень сильно орут. Они... У меня это очень бесит, потому что... Ну, вот, вот, стоит. Ну, вот, стоит. Ну, разве так люди делают? Я вообще, я... Я не понимаю. Я... О, бич. Да. Ну, вот здесь, рядом, цветочки растут. Ну, вот, это вот что? Нет, ну, разве так делают люди? Ну, так нельзя. Значит, пойдем дальше. Вот, посмотрите, Мерседес стоит. Я уверена, что если сейчас какая-нибудь малолетняя ТП-шка пройдет, она обязательно с ним фотографируется. Хорошо, идем дальше. Ну, да, все хорошо. Вот, дяденька стоит. Мы были с вами сейчас на аллее Славы. Вон, Настя, видеоблогер, идет, посмотрите. Улыбается. Дальше давайте пройдем к вокзалу. Сейчас мы будем переходить дорогу. Я не знаю. Ну, я считаю, что наш город это полное дерьмище. Меня, наверное, в тюрьму поставили после съемки этого видео. Зачем я сказала дерьмище? А, фиг его знает. Мы продвигаемся к вокзалу. Нужно показать, как там цыгане просят бабло. Здесь, это вообще ужасно. Вы видели, да, вот аллея Славы, то есть, это прославляет наш город. Окей, давайте перейдем к нам. Исходя от сегодняшней прогулки, я поняла, что ничего путевого в нашем городе нет. Нет даже таких, допустим, примечательностей, которые я могу показать, на ютубе. Вот смотрите, мы сейчас находимся в центре города улицы Ленина, аллея Славы. Что мы увидели на аллее Славы? Шесть памятников и... Да, героям всяким. И... мусорные мешки и неработающий фонтан. Что... Если бы я не жила в этом городе и увидела это... то, что это показывают другие люди... Это же вот что? Это просто не город. Это, мне кажется, даже в деревне истории больше. В общем, просто увидите, в какой жопе я живу. Пока. Мы сейчас с Настей идем домой, потому что... Через парк, потому что там все это абсолютно надоело. Я не знаю, мне кажется, влог будет интересен для тех людей, которые живут здесь в Москве, чтобы увидеть то, что... Люди в Москве обычно жалуются на Москву. Но я просто хочу донести до людей то, что есть места просто в 500 раз мужичка в Москве. Сейчас приду домой, что-то смонтирую. Кстати, еще одну... Короче, мы еще парк покажем. Да, еще парк сейчас покажем. Это парк это вообще это трэш. Сейчас мы будем идти. Я сейчас выключу камеру, мы дойдем до парка, я ее опять включу. Потом дойдем до моего дома отмонтируем и я выложу на Ютуб. Все. И мы заходим в наш парк. Просто супер парк. Настя купила скрытая реклама. Seven. А, Настя пьет. Ну ладно. Смотрите, вот наш парк, значит, висит... Висит такой значок, который обозначает то, что въезд машинам запрещен. На мое удивление, здесь еще люди гуляют сейчас. Я не знаю, видите вы его сейчас увидите. Да, не видно, но сейчас увидите. Вот они просто, они одеты в такой трэш. Черный, серый и зеленый. Они похожи на деревья, поэтому вы не видите. Дай я попью, пожалуйста. Сейчас он попьет, и я попью. Парк. В принципе, ничего обычного. Даже... Давай, говорим, что ты. Привет. Че я сделал? Че я сделал? Какой ужас. Сейчас мы идем в центр парка. Вот. Круто я сделала клюем. У нас есть в парке сцена, но сцену ее назвать нельзя. Там вот такое зелененькое. Вот. Здесь всякие трубы. Я даже не понимаю, что это и зачем это. В принципе, это Настя вот придумала, зачем это нужно, в принципе. Ну, окей, давайте не будем заострять на это внимание, потому что впереди много чего интересного. Парк. Это обычный парк. Знаете, похожий на центр Палк в Нью-Йорке. О, да. Сейчас я вам покажу аттракционы, которые просто ужасные. Знаете, вот, чем идти по этому, давайте свернем по этой дорожке. Да, Настя? Это мишка, да, там. Почему? Там песенки есть по танцам. Потому что мы сейчас вот так пройдем, покажем аттракционы и выйдем в центр. А, ладно, у меня сейчас животок заболел. Требула. Что же? Стоит лавочка с мусоркой. В середине. В середине парка. И она одна. Одна. Это вообще все так нормально. И, в принципе, ничего не лежит, потому что в наш парк не ездит, не ходит никто, потому что здесь даже... Ну, парк это место, где можно отдохнуть, где можно круто пофоткать, где можно покататься на качельках. Ну, а что можно говорить о нашем парке? Здесь вот прям на наших глазах люди что делают? Я не знаю. Не знаю. Они написали здесь на стене СП9-6. Ну, не важно. Это читать недолго. Такие у нас деревья крутые. Фу, мне кажется, вам это сейчас еще не интересно, ну, потому что обычные деревья, и я говорю всякую сумму. Сейчас я пойду танцевать на сцену. Шучу. Сейчас я иду около этой сцены. Здесь в нашем парке всегда играет музыка, радио. Кстати, это такой трэш. В нашем городе ловится больше одно радио дорожное. как будто в нашем городе кроме дорог ничего нет, в принципе. Ну, окей, давайте не будем обратить на это внимание. Деревья это деревья, они говорить в принципе не че. Вот. Вот сейчас это будет самый трэш, потому что это, если вы видите, колесо обозрения, сейчас мы подойдем к нему. Можно подойти. Подождите. Я не помню. Вот этот аттракцион называется вертолетчики. Но по-моему вертолетчики сняли. Ну, то есть это фигня, которая сама крутится. Вот посмотрите, здесь растет мох. Это уже ненормально. Видите, вот вертолетов самих нету, наверное их сняли, потому что сейчас осень, мох. Вам понадобится мох, приходите в парк. Вот посмотрите, это мох. Это ненормально, это как называется, забыла я, ну ладно. Вот смотрите, мох растет в местах, где повышенная влажность. То значит, что в нашем парке повышенная влажность. А это плохо для детей, а в парке дети. Ладно. Вот, это просто ужасно, это колесо обозрения. Я каталась на нем всего лишь два раза, потому что первого раза я сидела с закрытыми глазами, потому что я боялась. Второй раз я каталась с подругой, и было уже не так страшно, было страшно то, что оно скрипит. Я не знаю, это просто ужас. вы бы видели эти кабинки, они уже, некоторые кабинки висят не на двух петлях, как положено, а на одной. Этот паровозик, который очень старый, из дерева сделан. Ладно, пошли. Конечно, дороги здесь просто не фонтан. Кстати, мягко скажем. Вы посмотрите, какая грязь парки. Я шла в чистых ботинчиках, помыла их, и навык испачкан. Господи, я вообще никогда с вами приду. И как я могу потом просить, а нет, что я вообще гляну? Быстрее бы нам построили нормальный парк. А у тебя где здесь приближение? Нет. А, когда снималась, вы же не делаете. Ну, здесь батут. Батут это самое дорогое аттракцион в нашем городе. батут сейчас нет, потому что сейчас очень, я еще раз повторюсь, многих аттракционов нет. Это морской пароводик. надо залезть? То есть, смотрите, вот для детей нашего возраста ничего нету. Это как сюрприз. То есть, нам нужно сдохнуть просто. Вот смотрите, там лодочки, которые скрипят, и очень меня бесит. И сюрприз. Сюрприз самый нормальный такой, блин, камера не приближает. Сейчас я подойду. Что? Сюрприз, мазафака. Ну. Привет. Это скрытая реклама. Это какая наскрытая. Покупайте хорошая.